там регаются если чё послушают запись если не сначала во первых рад вас всех приветствовать с новым годом вас хотелось бы чтобы у вас этот год был пускай он и называется некрасиво год красного петуха прошел не знаю так как обычно под этим словом что-то подразумевают а гораздо лучше чем чем прошлый год позапрошлый и все остальное вместе взяты окей у нас сегодня на жабе соответственно три большие главы это подведение итогов прошлого года планы на будущий год и последнее но не последнюю очередь последний по приоритету объявление соответственно о том что ждет уже в ближайшие часы давайте собственно начнем по подведению прошлого итога прошлого года в порядке наверно по хронологии то есть в начале года у нас закончилась компания по выселению рада р.ф. компания в энд смазе редиториде вы все помните она началась конечно гораздо раньше то есть в октябре позапрошлого года уже но официально она закончилась именно вот 29 января 2016 года это была война первая война в истории полномштабный клайм вар в условиях говносова то бишь вузесова и это можно можно сказать охарактеризовать эту войну как не знаю первопроходная что ли война то есть мы тестировали различного рода механики кто кто не был в этой войне кто 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 был в этой войне можете припомнить мы энтузили карами мы энтузили быстрыми кораблями мы пытались выработать различные рода методики которые позволят эффективно работать именно в атаке именно в новой механике то есть это в самом деле была первая война в условиях нового клайм механики клайм вара и я могу сказать что мы справились с ней если не на отлично то на твердую оценку хорошо потому что в общем итоге мы выработали методики которые позволили нам эффективно работать то есть это применяя кары где-то про меня очень рад за него где-то соответственно применять быстрые кораблики энтузище гейские да где-то скажем какую-то выдачу тех же самых алгореров который позволяет танковать отряды и больших такие отряды партизан которые пытаются отстреливать энтузеров то время как основной флот защитников он соответственно стреляется с основным флотом нападающих так или иначе это определенная веха она закончилась соответственно в январе то есть самое начало года ну и что ж война осталась по результатам за нами дальше то есть каждый год проводится такое мероприятие как дич фест который уже давно перерос знаю встречу мемберов именно альянса легенов дэв это уже давно какой-то мульти альянсовое мероприятие постоянно уже начинает приезжать басти туда это инфинити из хардов айсэм приезжал в прошлый раз это solar fleet есть shadow то есть большое количество ленцев уже посещать это мероприятие и никто из них даже под пытками не сказал что встреча это плохо организация всегда на высоте в этом году у нас будет другое место новое и я вам настоятельно рекомендую посетить вот это вот вот это событие потому что во первых природа то есть карельская природа это это квинтэссенция спокойствия такого да но немножко низковатая температура в мае до черт с ними то то есть вот эти вот белые ночи это тайга это это какая какая-то магия то есть если у вас семья скажем уже детей вы наделали много да то в этом году у нас будет новое место но относительно старого гораздо лучше именно в плане проведения различного рода мероприятий экскурсии что-то еще вот таком роде да то есть обязательно посмотрите это крайне недорогая поездка это не ебипет это какие-нибудь кипра или еще что-то это достаточно бюджетная вещь достаточно она скоротечная с 26 по 29 мая будет да и вы на основе вот этого базиса то есть вообще общаемся поеве там или еще что-то вы сможете найти каких-то единомышленников с которыми сможете поговорить все три дня на на любые темы то есть поеве не поеве по работе там в прошлый раз было порядка 50 человек никто не остался недовольным то есть и все дни ночи прошли просто замечательно и очень быстро это уже такой официальный может быть сказать коллекционный что ли сбор так что именно поэтому его вот я решил включить не знаю в происшествии за что ли далее по хронологическому порядку в апреле месяца у нас началась война против такой организации как альтерната лиджин и их сателлиты это альянс которые мы в свое время пригласили жить турнрегах так или иначе разрослись и предприняли ряд недружелюбных действий которые мной и ничем были расценены как не знаю враждебной что ли и попытка какая-то разрушить тот организм в который собственно их допустили то есть какая-то раковая опухоль потому что люди начали подговаривать другие альянсы каким образом нанести соответственно им в пользу нанести ущерб нам до разлагать все это сообщество то есть это это надо было прекращать то есть крайняя капля она произошла 11 апреля мы соответственно отрисователи стенды и за неделю закатали ту консту которой они жили самое забавное что по прошествии этой недели война перешла из стадии собственно не знаю уничтожения если вы помните кто был там по 150 что ли грифинов мы мы грохнули за 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 одну каташку было достаточно весело это все как как в миске экстраваганза они волны на тебя идут но потом война соответственно перешла в стадию партизанщины то есть больше двух или трех месяцев двух с половиной где-то так постоянно интузили системы постоянно были какие-то мелкие стычки там 5 10 кто-то залетный незалетный мы использовали достаточно грамотно тот ресурс который у нас есть это человеческий ресурс я организовал ротацию кадров то есть сначала там было две корпорации дамаг соответственно сквадрон потом алекс франк туда подключился это вообще кибер задрот это мы будем натравливать алекс франка на на вот такие вот мелкие организации он их просто не знаю катает любо дорого еще хотелось бы мне ответить отметить такой альянс как сайбер сфер то есть они вот вместе с франком работая нанесли очень большой вред тему чувакам которые пытались под лозунгом мы тут вас всех будем всегда драть мы здесь навсегда все прочее за два месяца они соответственно их пересидели перекатали и чуваки расстроившись что их планы не воплотились в реальность они с нас мотались вступили после этого co2 почему я решил отметить эту вещь это относится к такого рода вещи когда большинство пилотов не замечает что идут какие-то действия какие-то войны да то есть работа ведется да почему важно на самом деле чтобы чтобы вот такого рода партизанские какие-то тусовки они как можно быстрее прекратились потому что они дестабилизируют обстановку то есть рентеры перестают платить там или еще что-то пятое десятое да это влияет на всю коалицию опосредованно но все же влияет поэтому вот те люди которые там положили свое время порядка двух с половиной месяцев они убивали вот этих вот всех ребелов это 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 в самом деле полноценная война пускай не такая яркая как обычно вот рисуют сисепи своих роликах там не знаю флот сто пятьсот тысяч на восемьсот тысяч там что-то такое вот это так или иначе эта война и вот соответственно они в этой войне одержали вверх есть им и хвала дальнейший поинт тоже достаточно важный достаточно забавный это политический маневр который вывел альянс фиде ланс констант с фкон и из сферы влияния стейн вагона исторически они по моей по крайней мере информации фкон и были приглашены стейн вагона в буферный регион чтобы стать не знаю по по какой-то там терминологии скажем так мидшилдом да то есть мясной щит так называемый да то есть это какой-то буферная прокладка между основными территориями стейн вагона и территориями там триумвиратов сф то есть не торит где-то тогда в результате тех или иных действий которые последовали после этого фкон и были включены в сферу наших интересов нашего влияния после дельных бесед с лидершипом и вконов то есть меня дича после того как соответственно они столкнулись с триумвиратами это это ускорило их переход соответственно нашу сторону да так или иначе довольно забавная вещь политический такой маневр который позволил мало того что выбить и из-под ног стейн вагона союзника но и соответственно привлечь этого союзника на нашу сторону последовавшая после этого война со стейн вагоном то есть она закончилась мирным соглашением не последнюю очередь как раз из-за того что в иконы были нашей стороне потому что они достаточно неплохо интозили они выполнили огромный объем работ меньше чем мы на самом деле но все же сопоставимый пожалуй сопоставимый да вот и соответственно вот этот мирное соглашение которое было заключено после того как у нас закончилась эта война да она эта война принесла нам следующие вещи то есть наш противник лице стейн вагона потерял порядка двух регионов это что касается систем под наш контроль перешел альянс citizen of которые платили стейн вагоны теперь платят нам сумма небольшая 100 лярдов в месяц но тоже неплохо да это копеечка идет на компенсии на различного рода программы на те же самые плекса логистом то есть нормалек в общем то да казалось бы воевали черт знает где на югах но тоже что-то там урвали пускай и не непосредственно скажем качестве лунта или систем неплохо дополнительный point соответственно keep star да то есть мы идем по порядку по времени мы специально не стали его ставить в первых рядах потому что это такая структура которая привлекает внимание да то есть все захотели бы его уничтожить что было с кип старым project мэйхомов да все понабежали и насовали этому keep star что он немножко лопнул соответственно прикидывая херк носу с самого начала мы решили что мы не будем с этой штукой торопиться и немножко попозже немножко когда все все это дело приугаснет интерес такого рода структуру поставили без всякого геморроя причем был забавный казус мы поставили два keep star одновременно в двух концах галактики один ставился в кубольте джи а второй в бвф мы соответственно скоординировались с целым рядом альянсов то есть там прикрывали местные ополчения плюс соответственно там еще ряд союзников а мы прикрыли keep star бы довольно забавно таки в старого день день в один час кроме приобретений соответственно интересная вещь за последний год это не знаю тянет на рекорд не тянет ну по крайней мере может быть какой-то личный зачет по потерям да то есть у нас потеряно 3 титана за год 2 ревенанта уже за год а я надеюсь эти потери у нас больше не будут повторяться кому не нужны но так или иначе то есть если не считать там остальных потерях вроде каких-то никсов теперь мы можем на на потери никсов с каким-то пренебрежения фу какой-то никс это не тянет на ревенанты что вы на тут суете так или иначе то есть до потеряны были эти ревенанты знаю как-то люди видимо пережили это все дело я их постоянно вижу их трессе уже бывает насколько я знаю все эти три титана уже снова в строю насчет ревенантов не в курсе по моему те беседы которые у нас по последовали с этим с этими пилотами эти пилоты сейчас переучивается на арморную доктрину то есть из всяких выебанов там и последнее наверное событие которое было в обходящем году это собственно два фулл флота мочал было супер дупер красная кота мы собрали два фулл флота мочалок плюс 90 бомберов это очень внушительные наберсы то есть нельзя сказать что это самая большая сила в галактике но это та сила которая заставляет не считаться это та сила которая соответственно позволяет знаю с каким-то оптимизмом смотреть в будущее потому что обладая силой в этой игрушки ты способен на что-то рассчитывать если соответственно у тебя это силы нет тебе тебе приходится плясать под чудо дудку это жестоко но правда такой факт такая игра вот собственно наверное вот все итоги которые я за прошедший год на собирал возможно какие-то другие еще вещи были возможно нет но так или иначе вот достаточно значимые вещи я перечислил год достаточно интенсивный получился и на соответственно на приобретение на потери то есть вроде бы неплохой год соответственно проводим его хер бы с ним перед нами еще более радушные перспективы а перспективы следующие собственно планы на будущий год на этот уже массовое внедрение капов и суперов то есть политика убеждения это вот постоянное упоминание на жабах постоянная какая-то долбежка о том что качайте капы качайте капы качайте капы супер оберите берите супер а она если и влияние какой-то оказывает то достаточно медленно то есть можно сказать что политика убеждения помогает слабо поэтому мы решили включить экономику и чуть позже будет опубликована программа по может быть не по стопроцентной но с очень конскими скидками программа выдачи капиталов и суперов скорее всего капиталы будут удаваться вообще бесплатно а супер а скорее всего с очень большой конской скидкой то есть это естественно отменит вот эти программы дотации которые были до этого мы там соответственно переходный период сделаем и соответственно транзишен программа была что 10 лярдов возвращается вполне возможно что эти пилоты просто получат не знаю полную стоимость там уже посмотрим на месте каковы конкретные будут цифры это будет опубликовано позже потому что это все-таки на этапе прикидок всего прочего кроме всего этого есть еще одна программка которые сейчас я более подробно о ней расскажу она повлияет соответственно на вот наши возможности кроме этого то есть то что мы будем выдавать капы и супера кроме этого вместе вот с этим в альянсах legion of death и infinity space внедряется обязательное требование прокачки капиталов то есть можете считать себя как как не знаю как элита в пандемиках то есть вам дается время девять месяцев то есть дичи инфинити обязательно обратите на это внимание и в конце этого времени то есть до сентября до у вас у всех должны быть капиталы у тех пилотов которые в альянсе хотя бы год то есть опять-таки конкретные цифры они будут опубликованы да почему это делается потому что опять же то есть вот мы стараемся убеждением да и работает окей включим экономику но опять же да то есть какой результат это даст неизвестно видимо надо брать и въебывать по вене то есть в обязаловку состоишь ты в альянсе давно у тебя должен быть капитал то есть твое единственное вложение это время тебе нужно будет прокачать капитал тебе будет выдаваться я больше чем уверен что бесплатно то есть когда конкретные цифры по программе вот который я щас недавно озвучивал да то есть ну уже шоколадные условия я я я не знаю что вам предложить вот только в жопу дать да но я я не такой вот поэтому собственно что можно сказать приоритеты это дреды потом идут апостолы минакао если другие капы уже вкачаны что касается каров то арчон и может быть химера если опять-таки перечисленные капиталы вкачаны до этого да то есть вот дреды апостолы другие капиталы типа там лифов там не на сможете даже не начинать качать вы сделаете это на свой страх и риск конечно у нас тут демократия свобода и равенства если хотите качайте но это опять же на на ваш страх и риск то есть мы будем использовать то что я озвучил это дреды всех видов приоритет на апостолы минакавки нам потребуется ну соответственно среди каров арчон и химеры это соответственно если мы прикинем что химер у нас гораздо больше они немножко получше именно в качестве дроновской платформы возможно мы будем и какой-то диверсификацию использовать да что у нас скажем супера на арморде дектрине кара флот будет на нашел до вы дектрине кто знает это будет уже видно когда когда начнут плоды давать вот эти вот программы которые озвучив следующая достаточно важная вещь мы тоже сидели здесь скрещивали мозги с ногами до прикладывали одно к другому и пытались понять каким образом нам можно попустить вот это вот собственно программа опять-таки капиталов и мы пришли к такому забавному выводу доходы коалиции хоть и достаточно большие но несмотря на то что они большие растут всегда всегда расходы то есть к примеру на кавер месяц было роздано только плексов 63 штуки львиная часть из них это оплата субсидирование логистов по моему порядка там 36 или 40 плексов то есть можно наверное да представить что если доходы расходы по плексам какие-то там 63 миллиарда дату так лайм там пятое-десятое расходы тоже достаточно велики поэтому мы для того чтобы побустить программу раздачи капиталов максимально щадящим образом для пилотов в идеале бесплатно мы пришли к такой вещи как карабской неделе то есть по статистике только в дичах мемберы всех корпораций накрабливают 173 миллиарда в неделю вдумайтесь в эту цифру сто семьдесят три миллиарда я больше чем уверен что влияние с инфинити спейс хардах ситуация ну примерно такая же хорошо или это плохо это судить не знаю нашим противникам у них призма правильно настроена они наверняка скажут что мы крабы хер бы с ними но так или иначе это большая возможность то есть если предположить что в инфинити ситуация такая же то если установить хотя бы вот на эти два альянса стопроцентный налог сроком на неделю то это даст порядка трехсот миллиардов исков а это уже ощутимая сумма относительно коллекционного дохода соответственно 300 миллиардов да это порядка не знаю это сотня дредов плюс минус маки даже пускай 80 до то есть всего неделя самоотверженного труда на аномальках назовите как хотите субботник или что-то что-то еще но это даст нам возможность очень быстро соответственно построить закупить раздать потому что на основе вот коллекционного дохода да я могу сказать что мы сможем выделять в месяц чтобы остальные программы не страдали порядка 200 миллиардов на вот собственно вот эту капитальную программу раздачу капов суперов капами попроще однако же когда начнут раздаваться супера с ними будет посложнее все таки супер а даже несмотря на то что они подешевели равно это ну лярдов 25 то есть вот и считайте да то есть сотенка до 4 200 лярдов то есть 8 мазеров в месяц так уж и много надо больше поэтому вот это вот программа крабской недели то есть это достаточно противоречивый проект это достаточно такая сложная вещь кто там захочет крабить никто там ну это 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 непопулярная вещь это примерно то же самое как снижать скажем пенсии в реальной жизни непопулярная мера но она позволяет скажем там науку немножко попустить или еще что-то поэтому мы соответственно чуть чуть позже каким образом голосованием или нет или мы с цел поговорим то есть но так или иначе готовьтесь к тому что скорее всего если не будет прям такого жесткого отторжения со всех до что скорее всего в этом году вот одна такая крабская неделя может быть две будет именно для того чтобы попустить вот такого рода программы такого рода программы это не новая штука в еве это достаточно широко используемый инструмент те же project mayhem и каким образом накрабили на на кипстар да точно так же стопроцентный налог и вот говорят две недели и они накрабили тесты в свое время когда что-то у них там было с альянсом я уже не помню к сожалению они соответственно кинули клич нужно помочь альянсу да то есть люди накидали там такие суммы что что вы сами видите то есть тесты превратились в достаточно ощутимую и плохую силу цифры там были по моему около 400 миллиардов что-то такое точно много то есть не считайте что это скажем там попытка заработать на 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 какой-то пепелац да это не так это делается для того чтобы собственно побустить вот скорость раздачи соответственно капиталов и суперов как это будет дальнейшем посмотрим еще то есть это будут объявы и вы сможете поучаствовать непосредственно в решении этого вопроса собственно я озвучивал что 63 плекса это последний месяц да то есть в декабре было роздано но ввиду того что это достаточно весомые суммы я к сожалению лопухнулся и просто прописал в условиях что скажем первые пять мест получают логисты кто был там по явке скажем там десять раз вася пупкин там какой-нибудь карер я не знаю 8 раз то есть вася пупкин на первым карер на втором да то есть первое место получает два плекса второе место получает один плекс и там 3 4 помпяты да проблема в том что на втором на третьем на первом месте куча людей именно поэтому там порядка 40 плекса было роздано то есть получается что на втором месте с явкой скажем 8 кта в месяц была целая группа людей то есть чтобы им как-то задним числом чтобы это не выглядело как развод как обман то есть я решил следующим образом поступить имплекс эти были выданы они будут выдаваться еще два следующих месяца то есть по тем же самым правилам там мы соответственно посмотрим насколько это накладно для коалиции там насколько для бюджета до накладно возможно правило изменится просто готовьтесь до что вот еще два месяца будет достаточно большая халява а там уже поглядим если потянем мы это все дело то есть скажем будет какое-то положительное изменение скажем в инками и мы будем свободно это все делает тетрады тянуть ради бога пускай это останется то есть никто эти деньги в в лидер шипе там не солит не продает нахер бы а кому не нужны то есть были бы собственно цели это дело пойдет вход и собственно наверно до самый последний самый важный поинт многие спрашивают когда же новая война ну что ж рад вам сообщить что такая война началась началась сегодня и предпосылки и следующие альянс co2 и тесты лишивший своих территорий на севере приняли решение совместно построить свой новый дом на месте таких альянсов как совет юнион after life вольта которые теперь в стейн вагон входят но и другие несколько недель назад мы встретились с представителем этих альянсов в дискорде и обсудили с ними вопросы вот такого рода компании нам это было интересно в прежде всего в том плане что во первых стейн вагон это наш прямой конкурент прямой конкурент в большом количестве областей то есть повседневной жизни по сути это и рекрутинг это и соответственно инкам с аренды это знаю пиар пиар ну это прямой конкурент это такой же русскоязычная комьюнити такая же коалиция до который представляет собой какую-то силу с ней приходится считаться да и соответственно когда была последняя война летом то что нас остановило это можно было бы назвать не знаю безысходностью наверное потому что мы могли дальше работать по этому сову по стейн вагону до катать это все дело единственное чтобы мы достигли это по сути только уничтожить их инфраструктуру потому что у нас не было кандидатов кого туда можно было бы заселить кто соответственно вытянул бы камбэк этого стейн вагона из нпц спейса не было таких кандидатов соответственно какой смысл все это дело было катать то есть но какие прямые потери хабы но печки ну еще что-то окей хорошо через два месяца это все было бы восстановлено неинтересно нет смысла однако сейчас когда соответственно на co2 и тесты и коалиция чаще всего называются теско они изъявили желание собственно разместиться там и жить там такого рода инициатива нам подходит более чем именно поэтому было принято решение помочь им в этом соответственно мы подключаемся к этой войне со стороны co2 и тестов в этой войне на нашей же стороне будут участвовать триумвираты и фэконы это те кто соответственно находится на приграничной зоне там непосредственно стейн вагонам с улафлит разумеется плюс различного рода союзники которые пожелают скажем из дрон регов по подключаться к этой войне против нас будут выступать стейн вагон это альянсы которые ты это слышал совет юнион after life и еще ряд минорных там других альянсов и и главный союзник альянс гунтсворм то есть это может показаться странным да что мы ведем какие-то боевые действия против гунтсворма а потому что все все говорят что мы там с ними в десна жахаемся ну что уж приятно разочаровать тех людей которые не понимая ничего собственно в политике и взаимоотношениях с опломбом и пыткой продекларировать что-то отдаленно и соответствующей реальностью пишут на форуме о том что там скажем гимнат коалиция никогда не будет сражаться с гунтс у них свои интересы у нас свои соответственно вот нашу задачу можно будет сформулировать предельно просто это полностью уничтожить весь клаймстейн вагона помочь закрепиться коалиции тескон на этих новых территориях если гунны соответственно ставит контр задачу то есть удержать эти позиции потому что они не хотят видеть скажем тех же триумвиратов близко к своему спейсу или те же co2 близко к своему спейсу да ради бога это их политика это их интересы что же признавать за какими-то альянсами наличие своих интересов это это ну не знаю это реальность да однако если они расходятся с твоими ну что ж ну быть войне стреляемся каким образом это будет происходить то есть дипло или не дипло и мы сходимся к тому что нам нужно будет посмотреть то есть первые этапы войны мы будем делать просто перемещая флоты то есть побегаем как это было в первые этапы войны на летние вот это вот войне встанно против стейн вагона если же потребуется наше непосредственное постоянное присутствие в этом регионе и будет теплой то есть со всеми прелестями до запретами краба в гиминате пятое-десятое с капиталами суперами совсем потому что гуны уже переместили в этот регион в кетч порядка 60 мазеров порядка четырехсот пилотов кучу факсов кучу капов то есть они уже на месте как пойдет эта война то есть по нашим прогнозам переблок будет скорее всего не в их пользу но кто знает не знаю потому что и не ты вроде заявили о том что они будут соответственно за загонов по крайней мере вот в грядущих таймерах посмотрим то есть если потребует наше присутствие там постоянное мы будем диплоиться что касается зачем зачем эта война какая польза что мне с этого будет вот именно с точки зрения скажем рядового пилота да то есть или там скажем целых пара цены важно у кого кнопка залипла биркей бах отлично отлипло так о чем бишь я а насчет целей зачем для чего то есть я полагаю что нет смысла объяснять насколько важно уничтожать прямых конкурентов да то есть во первых примитивная да то есть убей или будешь убить сам а во вторых это опосредованно откроет различного рода потенциальные возможности то есть от упрощения рекрутинга виду осложнение ситуации конкурента да то есть чем обычно привлекает пилотов то есть у нас вот есть space у нас есть компенсии у нас там пято-десято представляете что мы сейчас скажем стейн вагон у нас получилось и мы выселили их у них сейчас соответственно возможности такого рода рекрутинг проводить отсутствует у нас она сохраняется так как мы говорим на одном и том же языке все до соответственно мы более выгодно выглядим вот именно для потенциального река рекрута ну вот собственно наверно это основные задачи то есть не то что задача какие-то нюансы да то есть на самом деле все просто то есть мы продолжаем играть в самую сложную и непредсказуемую часть этой игры войну империи и собственно время собрать силу чтобы уничтожить еще одну как было рад альянсом и дрф которые уже в течение года не могут оправиться от от поражения в базе риевдеториде собственно у меня на этом все единственно point мы пустили макс кота на 200 поеве она это каташка будет перенесена на 1900 то есть буквально через 17 минут будет есть возможность кофейку немножко приготовить да и нам надо будет форме слот и я еще наверно быстренько пробегусь папа по по поинтам да то есть подверь подвели итоги года наметили планы на экономические дотации по капитальным пилотам наметили планы на так называемый проект карабской недели который позволит сильно побустить скорость выполнения вот этой вот какая капитальная дотационной программы в виде раздачи капиталов суперов соответственно объявление насчет алгоритмов заграждения логистов и анонс новой войны я надеюсь эта война будет насыщенная потому что гуны все-таки да то есть достаточно много все стянули уже надеюсь она будет будет файтовой и именно фановой посмотрим так или иначе должны быть выигрыши со всех сторон и богов и будет много-много либо соответственно противник будет выселен нужные люди хорошие люди будут заселены в их space на этом у меня все если есть какие то вопросы их можно задать лучше в тексте в тесике прям у нас есть буквально минут десять чтобы на них ответить и надо формить и готовить скоблот так это в 20 тысяч а сейчас 19 к ташка быть 19 формат у нас меняться не будет формат меняться в ближайшее время нет карыч прочекай skype пожалуйста картина вопросов там много да айден да переносить и бобы тогда когда Ой, Сайберг, у меня это дело записано. Давай вот не в формате вопрос-ответа на жабу, окей? Тогда вопрос, почему отказываетесь от Танатасов? Как альтернатива тем, кто больше ни хера не умеет. Как показали тренировки, они тоже неплохо себя показывают. Неплохо это, конечно, хорошее слово. Но вот решено было сделать именно так. Ну, интересно бы, с кем было решено. Айдон, я не знаю, ты если четвертый раз задашь этот вопрос, у меня не будет ответа на него на пятый раз. Что с пандемиками? Блин, а вы за хуй зачупать тогда? Ну ничего не берите. Ну окей, так покупай в локаре. Что с пандемиками? НЦ? Что с ними? Я не понимаю этого вопроса. Что значит, что с пандемиками? Ну вот, в рамках нашей новой войны. Конкретно, плюса или минуса? Да и ни плюса, ни минуса, ни травы как были, так и останутся. Ничего не меняется в этом плане. Просто вчера видел суперфлот панд, в ладрон регах тревелом шли. Ради бога. Такого рода мероприятия всегда притягивают людей. Такой вопрос. Почему не НАЗУ на свой страх и риск? Потому что было решено, что это не тот корабль, который отвечает нашим требованиям. Так, разрешите вопрос. Можно ли харасить тенал, сжечь печки, астрахусы и прочее? Я думаю, ваши усилия лучше кинуть на войну на юге сейчас. Карр, вопрос по крабским неделям. Не проще ли поднять постоянный процент? К сожалению, механика такова, что эти проценты капают на карпу. Во-первых, надо договориться с всеми карпами. Я не знаю, каким образом. Господа, что за хаос? Вы можете в тексте задавать вопросы, чтобы я быстрее ответил, и мы начали формить лотик? А чтобы к обсуждению-то не сводилось к какому-то базару, да? Дреда, каких приоритетей? Приоритете. Смотря какие скиллы у тебя прокачаны. Ну, предположим, что можно расположить их следующим образом. Феникс, Нагли, Аморос. Нагли подходит, спасибо. Короче, а почему просто не собирать, там, допустим, активных номеров корпораций, там, неделю? Допустим, с каждого популярно. Ревиал, естественно, как последняя оставшаяся очередь, афер. Я думаю, вопрос по сбору и процентажам мы еще обсудим с директорами. Разумеется, потому что это все только проект. Количество путей, которым можно достигнуть какой-то цели, всегда тысяча и одна дорожка. Может ли Альянс Ультима Спейс принять участие в войне? Вам лучше задать этот вопрос лидершипу Инфинити Спейс. Почему я в Тимспике Альфа? Надо было прочитать письма и браткасты. Так, судя по всему вопросов нет. Сейчас будет сформлен флотег. Сейчас, секунду, подожди, дописывай. Бать, там что? Писок вопросов к предвыборной программе в президентство, что ли? Да нет, я коротко. Ну, раз Трам победил, то ты уж точно не выиграешь. Выше написали 30 вопросов. Это комплименты? Комплименты или унижения? Альфа-клоны на КТА смогут летать? Нет, к сожалению. Как раз вот Альфа-клоны в каналы КТА зайти не смогут. Какие у нас самые отношения с Разрелайенс? Они ПлюсА живут в дрон-регах. Просто у них по сайту Евсканг стоят к нам нейтральные отношения. Ну, посмотри на дату, видимо, это очень давно обновлялась информация. Понял, спасибо. Вопрос по фиту Кары, Химера и Арчона. На Вики там фиты с центрями, то есть они давно не обновлялись. Да. На Вики и ТС старый. Я гляну, конечно. Хорошее замечание. Там все старое. Каким окном обязательно учить первым или вторым капитал? Не важно, если у вас 16 тысяч альтов и, не знаю, вы можете одно минимум окошко на, соответственно, капитале, неважно на каком оно будет, да? Если можете 16 тысяч капиталов, флаг в руки. То есть... А если нет альтов? Ну, значит, на мэйне. Самое время создать. А вот именно, да, вот самое время, самый лучший вариант создать именно Альтик. Скажу, скажем Никсу, спокойной ночи, глазки закрывай, на кота улетел. Ляр чистыми накрадил. Еще 500 тысяч. Асс. Асс. А, не туда, да? Что такое болтушка сегодня? А, он беда не будет. Кара, прочитай весь, пожалуйста, я тебе написал. Ас, я в флоте формулю. Напротив, можно полететь? Ммм... Ой. Наверное, это... Смотря какой протеус. Ну, обычный. Да, это надо будет, собственно, спрашивать уже в КТА флоте. И в канале КТА. Так, боюсь, купит его по гендракту. Флота нет до сих пор, кстати. Я ща, 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 ща. Я стараюсь. Сначала Крабские шипы перегоняются. Потом уже все остальное. Сначала КТА. Продолжение следует...